Я думаю, что об этом слышали уже почти все, но если вдруг вы пропустили, я напомню. Дмитрий Рогозин 19 декабря провел для президента Сербии Александра Вучича экскурсию по созданному при участии российского политика фонду перспективных исследований. И во время этой экскурсии Вучичу продемонстрировали жидкость, в которой можно якобы дышать, и доказали ее работоспособность, засунув в емкость жидкостью живую таксу. Ролик этот показали по телевидению, в котором таксу насильно запихивают в контейнер с этой самой обогащенной кислородом жидкостью. Ролик вызвал активное возмущение в сети, и, кстати, были отзывы и в зарубежной прессе. Самое удивительное, что ни Рогозин, ни даже Дмитрий Песков, который отреагировал на все эти возмущения, совершенно не поняли, что же, собственно говоря, людей возмущает. Люди, которые привыкли произносить умные вещи, мозгами своими давно не пользуются, ибо разжижение мозга очевидным. Мало того, что они устроили такое дикое шоу в присутствии президента другой страны, совершенно не позаботились о том, как это будет выглядеть и как это лучше сделать. В этом деле есть сразу несколько факторов, на которые стоит обратить внимание, даже если вы действительно не понимаете, что же людей возмущает. Да, действительно, над животными производят эксперименты. Действительно, крыс разрезают в лабораториях, где-то подключают катоды, где-то делают сложные операции. Но никогда это зрелище не показывают сразу всем, на многомиллионную аудиторию. Затем существует некий негласный закон, что нельзя показывать по телевизору сцены, которые могут шокировать людей и особенно детей. Сколько миллионов детей посмотрело подобную сцену? Ведь то, что показывают по телевизору, априори считается правильным. Можете себе теперь представить, сколько мальчиков в такой замечательной и агрессивной стране, как Россия, попробуют повторить эксперимент, который они видели по телевизору. Видел Вася, как там ученые собачку в воду толкали, видел, как она там дышала. Давай-ка мы тоже одну, а то и две затолкаем. Одна задохнется, но ничего, не та попалась, попробуем другую и так далее. Более того, если дети будут мучить животных, даже родители могут отмазаться в этом случае на то, что подобный эксперимент показывали по телевизору большие и умные дяди. Действие может остаться безнаказанным. Здесь очевидно, что собака была напугана. Нужно еще сказать, что выбрали специально определенную породу. Таксы, как известно, маленькие и длинные. А емкость была в виде цилиндра. То есть специально подбирали именно ту, которая подойдет под эту емкость. И хватило ума поставить аквариум, наполненный водой, где бы собака, хорошо закрепленная, потихоньку опускалась в воду. И для того, чтобы это не выглядело таким зверским способом. Что же сделали с собакой? Ее начали толкать вниз головой. При этом зажимая ее, она сопротивляется, но ее продолжают запихивать в емкость. Дальше собаку там держат. То есть ее мучают. Она все время эксперимента пытается высвободиться и выплыть из этой жидкости. Что бы ни объясняли после все эти ученые, собака пережила мощнейший стресс. Потому что она-то как раз была уверена, что ее топят. Говорить при этом, что с собачкой ничего не случилось нельзя. Это самое настоящее издевательство над животными, продемонстрированное на многомиллионную публику. На Западе это был бы грандиозный скандал. В России же, стране тотальной агрессии, злобы и равнодушия, люди в основном отвечают так. Подумаешь, ничего такого не произошло, ведь это все во благо человечества. Нужно также сказать, что, между прочим, подобные эксперименты о насыщенной кислородом жидкости ведутся еще с 1970 года. Ничего нового в этом смысле не было изобретено. Подобные исследования проводились по всему миру и везде доказали, что они малоэффективны. Ни животные, ни тем более люди не могут слишком долго дышать подобной жидкости. Всего лишь несколько коротких минут. Поэтому вся эта показательная мура никакой ни научной, ни экспериментальной ценностей не имела вообще. Это чистой воды показуха, причем дешевая показуха. Даже в той же Сербии отреагировали так, что показывать ничего не стоило, ничего нового в этом нет. Все и так давным-давно об этом знали. Просто помучили животное на глазах у всех остальных. И, конечно, показательна реакция Дмитрия Пескова. На этот раз он показал себя просто полным идиотом. В ответ на все возмущения в сети он написал «Собака жива? Жива! Так какие могут быть вопросы?» Вот так вот. Оказывается, можно помучить животное. Ну, например, понемножку отрезать ухо, отрезать лапку, хвостик, а потом оставить ее живой и сказать «Так что же вы? Собачка жива? Вот и отлично!» Я почему-то после этого заявления Пескова не удивлюсь, если мы узнаем, что он в детстве мучил кошек или собак, оставляя их при этом живыми. И точно так же Димочка Песков тогда говорил «Ну а что в этом такого? Ведь до смерти не замучили». И на том скажите спасибо.